добрый день дорогие зрители и гости моего канала с вами виктория снежная и это уютный вечер а это заказ от фаберлик вы знаете как будут сочетаться эти две вещи и может быть нам успеют даже привезти суши но это не точно все как вы любите все в одном поговорим с вами абсолютно во всем и затронем конечно же ваши вопросы сначала мы поговорим об этом а потом уже на какие-то морально такие интересные темы фаберлик в этот раз был какой-то такой знаете гелевый заказ потому что я поняла что из моей огромной бочкообразной штуковины для мыла уже ничего не капает и она все таки когда-то кончается где-то я уже не знаю даже когда года три-четыре назад я приобрела не знаю на литр или где-то нас на на очень много короче прям вот реально такая огромная настолько вот миллилитров емкость был гель для душа полмолив полмолив кончился осталась пустая упаковка с дозатором и потом я туда переливала другие гели для душа и все супер просто она как бы надолго хватает и меня все полностью устраивает и тут раз она кончилась и заказ фаберлик состоит из кучи всяких именно гелий поехали один гель это карамельная груша а другой вишневый конфитюр вот вишневый конфитюр это любовная любовь карамельная груша да мне очень нравится хороший вкусный аромат но конфитюр вот этот вот я его наверное за уже годы заказов у фаберлик заказала столько этих банок и за закажу и буду заказывать еще больше потому что вкус ну смысле аромат понятное дело что это никто не пьет и не лижет хотя очень хочется просто невероятный это сочная вишня это спелые ягодки это как будто вот собрали горсть вишни раздавили ее и вот этот вот запах свежего вишневого сока он здесь он здесь груша же пахнет чем что пахнет напомни груша пахнет наверное вкусным таким грушевым бисквитиком вот именно бисквитиком потому что все таки заявлено что карамельная груша что такое но вишневый конфитюр ванна с ним становится похоже на я не знаю на что-то невероятное гель для душа серии ботаника бюджетная линейка что шампуни что гель для душа фиалка мелиса антистресс перед сном аромат лёгко цветочный если я не ошибаюсь да я не ошибаюсь очень соответствует тому что хочется чувствовать как раз таки принимая вечернюю ванну после тяжелого рабочего дня три вот такие пузатика вот это мое любимое пена для ванн и гель для душа в одном флаконе во первых это очень бюджетно здесь 310 миллилитров и цена до 100 рублей точно сочный ананас карибский бриз ананасище в самом лучшем его проявлении вот если вы в глубине души все тот же шальная ананас вот это для вас если вы обожаете запах чистого тайского ананаса это оно мне хочется знаете просто вот сидеть открыл открывать эту штуку и нюхать не не хочется даже вот пускать его вход в запах просто бомбический гуава и личи вкусная карамелька тропические фрукты запах тутти-фрукти вот что-то такое вкусно хочется мазаться прям мазаться и вот этот аромат он более специфичный потому что цветочный океана кейптауна королевская протея и водяная лилия я бы сказала что это какой-то цветочно-пряный аромат и добавляя эту штуку даже как пену для ванны стоит такой вот именно какой-то не знаю восточный шлейф у тебя в ванне интересная тема но для любителей цветочков то есть я фанат больше конечно вот таких фруктовых запахов запахов еды но для любителей пряных цветов последний этот гель это прям будет бомба в этот раз пришлось также обновить парк зубных паст и до заказать вот эти вот потрясающие щетки что это за щетки это щетка с пластиковой как силиконовый наверное заявлено да да с силиконовыми щетинками но больше похоже как вот на такой пластик относительно мягкий и я попробовала после такой щетки я ее использовала больше полугода я попробовала купила обычную щетку с типичными щетинками да на какой-то там такой сложной формы со специальными выемками впадинками с удлиненными щетинками на кончике но вообще не то вот прям вообще не то вот эти щетки они во-первых не вредят деснам у меня кровоточить десна вообще жестко у мужа так кошмар кошмар мне иногда кажется что это вообще ненормально то сколько там чего-то красного выходит когда чистишь зубы вот эти щетки десна не травмирует поэтому вы слава богу сплевывать белую пасту они красное непонятное месиво и муж когда взял эту щетку он ими не пользовался говори слушай тут такая эргономичная ручка она со столькими всякими какими-то примочками там шероховатостями как будто прям это для людей разрабатывали мне нравятся эти щетки за свою цену они стоят там 100 рублей 120 где-то в этом районе за то что они не вредят деснам и за то что они очень хорошо очищают казалось бы это всего лишь щетка но сколько пользы она приносит новая линейка зубных паст которые также были разработаны с корейскими учеными как и серия айси у моя любимая по-моему есть еще то ли одна то ли две одна точно есть черная детокс не очень поняла зачем нужен детокс для зубов ну ладно и вот не помню еще одна была или нет серия паст нуки грейпфрутовая со вкусом грейпфрута все они напоминают прозрачное желе как вот эти детские пасты знаете а-ля дракоша но это пасты для взрослых 97 процентов натуральных технологий это зубная паста с грейпфрутом утреннее зелененькая паста с алоэ еще не пробовал но думаю наверное что-нибудь травянистая будет по вкусу потому что грейпфрут ну чисто грейпфрут все нормально все вкусненько здоровье десен и ананасовая просто это моя любовь желтая желешечка с ананасом вы знаете как насколько сильно я люблю ананасик каждая а вот этот антикариес это десна а это утро и каждая из этих паст только зеленую еще не пробовала отлично ощущает я думаю что зеленая в этом не проигрывает и и как заявлено заявлено что паста компоненты пасты встраиваются структуру эмали и защищают ее и укрепляют ну вот здесь я не знаю маркетинг у нас маркетинг но то что пасты приятные и пользуешься ими с огромным удовольствием это факт потому что вот мой мужик например лучше будет такой пастой чистить зубы и чаще будет это делать чем как какой-нибудь не знаю кинуть колгей там еще два средства это айсиул крем они выпустили сиси крем и тоник ну тоник вы уже два раза точно видели это третья упаковка в следующем заказе кину обязательно себе в корзину дневной крем потому что у меня уже начал заканчиваться вот может быть кто-то помнит из прошлого выпуска я заказывала увлажняющий белый крем асиул вот он например он потрясающе увлажняет но мне он по типу кожи не подходит он для меня слишком жирный его классно использовать на очень сухие участки тела вот это да идет отлично для лица слишком жирно тоник дневной крем ночная маска подходит идеально эффект витаминной сыворотки еще пока не ощутила в полной мере и маскирующий крем сиси крема spf 15 он неплохо маскирует небольшие покраснение и несовершенство и если например нанести более плотный какой-нибудь точечный консилер или другое какое-то средство по типу замазки да и сверху нанести этот крем ну тогда да тогда все отлично перекроется легкий жидкая текстура легко разносится и в принципе и скрытенький перед работой под глазами очень даже подойдет что мне нравится тюбик закрытый не помпа формат соответственно его можно брать с собой я тут когда мы были на свадьбе в голицына столкнулась с той проблемой что я не могу свой взять тоналку потому что у меня открытый тюбик от и фраше колпачок его почему-то нет я даже не помню было не было его куда он делся с колпачком ли он вообще продается я не могу взять с собой тональник поэтому нашла у себя какой-то там корректор и пользовалась и теперь проблема решена есть закрытое средство которое можно смело с собой брать я совсем забыла чудо банка кто помнит кто узнает чтобы все расчесывалась идеально салонный уход от фаберлик маска в исполнитель кератина умный кератин розовенькая лучшее средство для того чтобы после ванны ваши волосы расчесывались на ура я этого размешиваю и и с ну для экономии с каким-нибудь более бюджетным дешевым бальзамом потому что мне на вот это вот все требуется достаточно много что шампуня что бальзама и и отлично справляется со своей задачей просто отлично даже в небольшой концентрации в другом каком-то средстве так что банка шестая наверное уже вот прям рекомендую вам ее за последние две недели произошло очень много я успела сгоняйте на тех выходных на свадьбу в эко клуба голицына я планирую оттуда все-таки сверстать в ложек замечательное место если вы думаете об отдыхе на природе недалеко от калуги о съеме каких-то кассы коттеджиков зимой летом в любое другое время года о проведении мероприятия в каком-нибудь экошатре лучшее место из близлежащих голицына супер место прям можно и оформить все как считаете нужным у нас было не у нас в смысле у меня моя свадьба была уже давно в моем случае у молодожен свадьба была в непринужденном боха стиле все такое деревенско-рустикально-природное с боха макромешечками а рядом например через несколько метров праздновали люди обычную такую свадьбу в чисто белом шатре но с кучей кучей цветов все было оформлено круто в обоих вариациях плюс природа единственное нам не очень повезло с погодой мы рассчитывали что будет тепло лето все-таки но нет мы застали именно дождину но танцуя этого совершенно не чувствовалось свадьба прошла отлично мы с мужем выиграли гран-при просто во всех свадебных конкурсах хотя мы вообще не фанаты но мы поняли что нужно нужно двигать это мероприятие тем более замуж выходила моя любимая рыжая Даша которая даже была на этом канале когда-то там в начале моей видео деятельности и для меня это настолько родной и дорогой человек что я как родитель который выдавал свою дочь я наверное пережила все вот эти вот эмоции наравне с ее близкими родственниками потому что настолько радостно за нее было настолько хотелось сделать этот день лучшим таким чтобы он запомнился чтобы он в душу лег что просто все что ты мог подарить это огромное веселье это заряд позитива это свою любовь и какие-то теплые слова и пожелания ну естественно сам подарок тоже никто не отменял но это уже мелочи на фоне всего остального вот и столько классных эмоций ты получаешь от того что делишься своей безграничной любовью к человеку что это прям это заряжает и это греет прям прям мне хорошо от того как сильно я ее люблю при этом что интересно мы общаемся редко мы общаемся к сожалению крайне редко потому что обоих работа засасывает просто невероятно выкроить время на общение очень тяжело все таки ну чтобы собраться уже взрослым людям это нужно еще постараться и хочется хочется общаться больше но несмотря на то что наши пересекания идут не так часто отношения между нами все такие же теплые крепкие и стабильные и это очень ценно а на этих выходных мы собрались потусить с коллегами причем очень спонтанно и внезапно все решилась в пятницу мне позвонила коллега и сказала слушай ты не хочешь ко мне приехать ко мне приезжает другая коллега давайте вы тогда вдвоем приедете а мы такие решили а давай а потом пока мы сидели мы подумали что почему мне пригласить третью коллегу то если что то дело пошло мы пригласили третью коллегу и шикарно посидели домашняя девчачья посиделочка тем более обсудить работу это как это это святое да и мы прям вот шикарно вообще туцанули аж до 4 утра меня забирал супруг мы конечно просто такие в 4 утра брыкнули на подушку и встали в осень потому что нужно было пёселя маме отвозить а так прям прям молодость можно вспомнить там студенческие годы давно уже не ложилась 4 утра очень давно вставать еще может быть там пять утра было в моей жизни но ложиться в 4 уже давно нет так давайте придем к вашим вопросам есть ли у вас советы как бороться с ленью знаете да у меня есть такой потрясающий совет я его говорю всегда потому что это ну не первый раз когда такой вопрос звучит лучший способ бороться с ленью это начать хоть что-то делать хоть что-нибудь и тогда вы поймете что ваша лень она начинает отступать по чуть-чуть помаленечку ну еще очень важно понять почему ты чего-то не хочешь делать вот как правило мы не хотим что-то делать по таким причинам как это сделает кто-то еще если я под затяну это на самом деле не так важно делать как преподносится может быть кем-то или мной самим это дело может подождать до дедлайна который будет там еще когда-то там а мне привычнее это на самом деле работать в режиме аврала чем готовить что-то заранее или же я настолько устал от какой-то другой работы и деятельности что вот на это у меня не хватает ни морального желания ни сил вот обычно у нас какие-то такие причины и нужно бороться с ними если это все-таки не ваше совсем дело не ваша зона ответственности делегируйте переложите если же вы устали отдохните ничего не делаете вообще ничего потому что любая деятельность она затрачивает ваши силы ничего не делаете поспите лучше поспите на самом деле и тогда делаете часик-два поспите и беритесь за дело и как только вы начнете оно пойдет вот у меня так с полимеркой если мне прилетает заказ мне так лень его делать я так как-то даже не хочу но как только я сажусь и начинаю что-то потихоньку делать то уже дедлайн горит потому что уже как-то вот-вот неудобно то тогда и запал как-то приходит и интерес и работа делается что для тебя есть душевная компания для меня душевная компания это компания тех людей в которой я могу выпить а опию только с теми людьми с которым я доверяю нет на самом деле душевная компания ну хотя это отчасти правда что я сказала но не является основой душевная компания это те люди при которых ты можешь быть собой при которых ты можешь говорить обо всем о деньгах о здоровье о работе о политике о религии высказывать любое свое мнение совершенно противоречащие взглядом этой компании но тебя за него не осудят не загнобят не высмеют его просто примут и даже не будут с тобой спорить просто это будет мнение которое вот ты высказала она повисла в воздухе и они сами выскажут свое мнение и они также повисут в воздухе каждый сделает свои выводы и ваше общение продолжится дальше как ни в чем не бывало вот это душевная компания это не доказывание друг другу кто прав кто виноват это не делание выводов о ком-то за глаза это искреннее желание посоучаствовать в чем-то помочь подсказать поделиться жизненным советом если попросили и приятное общение на абсолютно любые темы плюс миграция тем в общении то есть не только что мы заговорили о погоде и мы струящим о погоде уже три часа нет это когда ты такой сказал о погоде резко это переросло в обсуждение лофтовых стульев потом это переросло в плетение макраме потом в то какой помидор вырос у бабушки на грядке а потом это все не знаю перескочило в пожары сибири то есть вот ну это вот такой микс тем и вот когда ты понимаешь что ты общаешься с развитыми интересными потрясающими людьми принимающие любые точки зрения вот это круто вот это душевная компания что в моей сумке я уже сто лет не носила сумок особенно в привычном дамском понимании то есть такая прям сумочка прям вот реально я уже больше года точно но у меня есть рабочая сумка и в ней всего пару вещей в ней канцелярский нож ручка карточка иногда влажные салфетки ключи все это именно рабочая сумка вот больше мне ничего не нужно вот именно вот вот прям вот для здесь и сейчас есть еще отдельная рабочая такая корзинища сумка у меня которая постоянно где-то в машине со мной ездит вот там уже все бумаги по работе какие-то еще там необходимые просто залежи всего какие-то информационные материалы буклеты просто там извините за выражение там херова гора всего вот но это все-таки не относится к моей сумке это именно вот чисто материалы для работы тут уже сразу всплывает вопрос кем ты работаешь вчера вчера был год ровно год как я работаю в той компании в которой я работаю вот ровно год ровно год это обалдеть за этот год мы сняли с вами много уже уютных вечеров обсудили много тем и мне это очень приятно что мы с вами остаемся на одной волне я не могу поверить что я год работаю на этой работе потому что работа достаточно тяжелая иногда бывает очень тяжелая вот приходилось месяцами херачить до десяти вечера с восьми с девяти утра как я пережила зиму я не представляю впереди еще одна но время идет какие-то вещи получаются что-то достигается что-то позволяется и наверное пока постараемся оставить все как есть в этом вопросе будем херачить дальше ой год год я в шоке честно говоря кажется что на самом деле прошло меньше намного меньше год сложно поверить потому что знаете когда у тебя работа постоянно меняющаяся и очень насыщенная на разные эмоции от негатива до позитива туда и обратно по десять раз ты по-другому ее переживаешь нежели это была бы какая-то рутинная монотонная офиска очень хочется домашнюю ну да да я так и не буду озвучивать ху из ху потому что считаю что это лишняя ненужная тема для разговора очень хочется домашнего влога как много лет назад с уборкой и готовкой жульена знаете мне тоже наверное бы хотелось бы если бы я готовила бы потому что в последние годы год последний год это точно я готовлю крайне мало вот прям максимально мало насколько это вообще возможно я в основном питаюсь где-то на работе я куда-то заезжаю где-то что-то ем и мне этого хватает на целый день и вечером я попью там чай с печеньками или или что-то там если уж что-то критичное супруг приготовит поесть слава богу он умеет это делать вот так что да давно я не готовила и не жалею об этом вообще ни капельки могу позволить но при этом приходится херачить если бы я сидела дома целыми днями то конечно наверное я бы продолжала бы что-то там подготавливать как это было в безработный период второй части Козельска но но я работаю поэтому могу позволить не готовить себя вообще много чего могу себе позволить не делать большой астматический пельмень давно кстати пельмени да не было в видосах давно не было пельмешечка мы тут подражерели чуть-чуть бачка у нас появились на новом корме да мы перешли с Монжо потому что стали большие проблемы с его поставкой в Россию мы перешли с Монжо на корм российского производителя ЗОО ЗОО что-то там я сравнивала составы составы с Монжо идентичные просто идентичный ценник ниже поэтому коты переведены на этот корм и все в порядке даже самый привередливый вот этот вот гурман он жиреет про остальных даже говорить не буду те жирнеют от много чего а вот это вот с моей сокровище приступы у нас сейчас по астме не частые раз наверное в два месяца или же с появлением причины ну например строительная пыль если муж например распилит какую-то доску то с большей вероятностью кот на следующий день получит приступ но один укол дексофорта 0,6 мл в мышцу решает проблему на следующие два месяца просто так я его не колю таблетки не даю вот все нормально у него ну и плюс конечно регулярная влажная уборка два раза в неделю именно вот от пыли от пыли на полу это прям помогает ему и знаете что интересно вот прошел год и за год у него было чуть-чуть этих приступов а в Козельске это была обостренная какая-то фаза и сколько бы я не драйла Козельскую квартиру ему не сильно легче становилось и приступы были каждый месяц стабильно без видимых каких-то провоцирующих вещей без пыли там именно вот строительной без вот этого всего то ли там как бы в стены все въелось непонятно хотя я старалась уже стены швабры помыть бесполезно вот а здесь вот ну все в порядке все нормально проблем каких-то таких не возникает и лечение кстати как видите работает сет мега ассорти плюс мини ассорти в подарок 1200 рублей роллы фантазия сливочный лосось Манхэттен Канада Тори Маки 38 штук в подарок мини ассорти Капа Маки Хияши Маки Тека Маки Хияши Маки 16 штук давайте же посмотрим что к нам приехало давайте по порядку штуки для соуса 2 имбирчик 1 бокс соевый соус 4 штуки 4 прекрасно запаянных пакетика приборов на двоих 2 палочки ну палочки это 4 салфетки васаби и сами роллы как я понимаю вот это это мини ассорти которая идет в подарок чука лосось тунец огурец и здесь у нас роллы с угрем кунжутными семечками а внутри а сладкий соус конечно же сливочный сыр то ли огурец то ли авокадо и рыбка боже мой это так выглядит сейчас слюнями здесь все залью сливочный сыр рис лосось нори сливочный сыр с икрой лосось огурец это знаете это сет для гурманов это для тех кто любит чтобы было очень-очень вкусно но возможно не так много как могло бы быть с более бюджетными ингредиентами и вот это это клубничка на торте из роллов это роллы с клубникой вы только посмотрите это клубника свежая клубничка порезанная огурец и сливочный сыр еще в этих роллах а вот это у нас что-то зелененькое как я понимаю это роллы обваленные в зелени курочка и сливочный сыр с салатом господи это все просто божественно просто божественно ссылка для заказа роллов от хигаси будет внизу под этим видео спасибо вам большое за этот уютный вечер мне было очень приятно с вами поговорить обожаю свой блог за то что могу именно поделиться и тебя никто не будет перебивать тебя выслушают и потом оставят обратную связь в комментариях все читаю если не отвечаю то как минимум стараюсь поставить хотя бы сердечко на комментарии о том что я видела я прочитала вот правда все читаю спасибо большое за то что побыли со мной вот зарядились вот этой вот всей уютной атмосферой ко мне приехали цветы это алик я оставлю ссылки внизу здесь семь или восемь букетиков есть пионы есть что-то типа хризантемок это вот сборная солянка можно заказать себе шикарные цветочки для вот фона какого-то сто рублей за одну веточку я отпаривала их над кастрюлей с водой потому что пара отпаривателя у меня нету вот я просто поставила кастрюлю с водой от нее поднимался пар и они расправлялись вот я такой стояла держал минут по десять каждой веточке все ссылки будут внизу пока пока вот маркетинга пока на